На канале Россия 1 продолжается повторный показ сериала «Ненастия» про жизнь обычных людей после Афганской войны и уже известно, чем закончится эта история. Что же будет в заключительных сериях? Девятая серия. 1996 год. Щебетовский приходит к Лихолетову поговорить, рассказывает о том, что он вошел в штаб Коминтерна. Щебетовский говорит, что они никак не могут найти учредительные документы. Таня приходит на свидание к Лихолетову. Он просит связаться с немцем и отдать ему папку с документами. Объявляет ей, что между ними все кончено. Затем Таня находит немца, она абсолютно подавлена. Передает ему просьбу Лихолетова спрятать документы понадежнее. Они едут в ненастие. Марина приходит к Щебетовскому и предлагает ему свою помощь на выборах. Если Щебетовский выбьет наконец законные ордера на квартиры, то женщины будут за него и настроят своих мужей. 30 декабря 1999 года. Таня готовится к Новому году, покупает большую елку. После звонка Германа у нее нехорошее предчувствие. 10 серия. Басунов встречается с Сучилиным. Он шантажирует его. Когда-то тот на рынке расстрелял киллера и двух девчонок. Сейчас он должен выбрать, пожизненное или убийство Лихолетова. Лихолетов отправляется на встречу с немцем. Его сопровождают Чилин. Немец встречает Шамса, своего бывшего товарища. Шамс рассказывает, как попал в плен, как принял ислам и как ему отрубили пальцы и отдали в рабство. И как его выкупил некий путешественник, который вывез его в Европу. Теперь он живет на берегу моря и в его жизни все прекрасно. Но он не забыл, кому обязан жизнью. Немцу или Холетову. Шамс приглашает немца и Таню поехать к нему в гости. 30 декабря 1999 года. Волнуюсь из-за того, что деньги на кредитные карты все еще не поступили, немец звонит Флирову. Заключительная 11 серия. 31 декабря 1999 года. Герман выбирает огневую позицию в ненастье. Появляется машина Басунова. Герман несколько раз в нее стреляет. Из джипа выскакивают 4 бойца. Герман узнает одного. Это Ян Сучилин. Остальные – это бойцы, охранявший фургон в день ограбления. Герман успевает забежать в дом и брайкодирует окна и дверь. Сторож, услышав стрельбу, находит визитку капитана Дибича и звонит ему. Басунов смотрит на план дома, понимает где деньги и звонит Щебетовскому, выдвигая свои условия. Он хочет быть совладельцем Шпального, а в это время в ненастье спешит Таня. Премьера заключительных серий состоится с 22 июня на канале Россия 1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.